Друзья, приветствуем вас в нашем новом проекте. Я Виктория Никитинашин. Я Юлия Белоусова. Хотим ответить на те вопросы, которые касаются взаимоотношений. Они приходят к нам на телеканал. И я как пастор уже больше 20 лет часто встречаюсь с теми сложными вопросами, которые имеют особенно женщины. Поэтому мы сегодня все вместе попытаемся ответить на эти вопросы. Вопрос такой. Муж охладел к Богу и к церкви. Супруг все реже посещает богослужения, проводит время с друзьями, изменились его интересы и приоритеты. Страдают взаимоотношения с супругой. Что предпринять в данной ситуации? Стоит ли обращаться за помощью к пастору или попытаться повлиять на мужа самостоятельно? Хороший вопрос. Часто встречающийся. Первое, что я хочу сказать, что, во-первых, это не трагедия. Не надо драматизации излишней этой ситуации, потому что с мужем еще ничего не случилось. Он просто перестал ходить в церковь и просто встречается с друзьями. Иногда женщины склонны преувеличивать сами факты, саму проблему. Надо исходить из того, что каждый человек имеет право выбора. Он свободен. Свободен ходить в церковь, свободен не ходить. Иногда женщине хочется сделать вот этот мир, который она создает своими руками, идеальным. Я много раз видела ситуации, когда мужчина уходит из церкви, общается даже с друзьями, проводит время в других каких-то мероприятиях, но потом приходит с другим осознанием. Он вдруг осознает вот эту истинную ценность церкви. Вы понимаете, такая вещь как ценность жизненная, ее нужно все-таки как-то не то что понять, она должна уложиться в нас глубоко, чтобы мне понимать, что я имею надежду в славной церкви и действительно ходить туда не потому что надо, а потому что я хочу этого, я понимаю эту ценность. Для этого некоторым людям нужно пройти определенный путь. И может быть ваш муж сегодня в этом направлении движется, и он может быть на самом деле отошел, как это часто делают мужчины, отошел в сторону, чтобы что-то переосмыслить. Если это ситуация, которая действительно просто, вы видите, что он начинает ухудшаться в своем поведении, то есть друзья, которые выпивают, какой-то мат пошел, может быть какие-то пошли странные звонки, то вы, конечно, можете понять, что это уже беда. И тут у вас есть такие инструменты, как молитва, есть такие инструменты, как молитва вашего пастора, наставника, есть душепопечители, есть люди, которые, в общем-то, дают консультации, это христианские психологи. Но я думаю, что вам самой нужно понять, что жизнь – это не сегодня, жизнь – это вот еще много-много лет. И это смена сезонов, которые ждет вас в вашей семье. Поэтому попытайтесь не терять мир, любить своего мужа, покрывать его молитвой и все-таки ожидать от Господа вот таких вот решений, которые действительно будут решения на добро, а не во зло. Особенно, если у вас есть дети. Поэтому не торопитесь, молитесь, старайтесь читать слово и услышать стих по вашей ситуации. И старайтесь все-таки все вопросы, все жизненные ситуации решать в мире. Да, я с тобой согласна, Юлечка. И буквально небольшое дополнение. Спасибо тебе за то, что ты обрисовала, когда человек действительно хочет переосмыслить, переоценить. То есть нет в этом такой драмы, трагедии, когда человек катится по наклонной. Очень важно женам иметь это в виду. Но когда происходит другая ситуация, здесь тоже, на мой взгляд, очень важно это ваше взаимоотношение между собой как личностей, как людей, с которыми интересно, с которыми можно узнавать друг друга заново. И если вы не только рабочий такой инструмент, не только рабочая единица, если вы союз двух интересных, любящих людей, которым хорошо быть вместе, вот хорошо, чтобы вам было вместе хорошо. Поэтому, может быть, это повод переосмыслить какие-то традиции, которые у вас сложились в семье, образ жизни, что именно отвлекает внимание вашего мужа, что он ищет на стороне. И постараться узнать этого человека заново. Поэтому, друзья, это великолепный, удивительный путь открытий себя, познания Бога, познания, как он раскрывается в жизни вашего супруга, ваших детей. Это, конечно, не всегда простой путь, но это путь вашей жизни и ваших решений.